Среди китов отечественной металлургии Нурникель – лидер в части внедрения природосберегающих технологий. Компания уже на треть сократила выбросы в атмосферу, перестраивая производство. В ближайших планах реализация уникального серного проекта, который позволит сократить выбросы еще более кардинально – с 35 до 85%. До 2023 года Норильский никель вложит в экологию и социальные проекты более 300 миллиардов рублей, отметила вице-президент компании. А еще крупнейший в мире производитель никеля, вкладывая деньги в идеи, особенно молодых людей, считая, что без инициативы продвинутых ребят улучшить экологию в городах невозможно. Они социально активные, они точно станут хорошими политиками, хорошими руководителями предприятий. И поэтому, естественно, любой компании такого уровня транснационального интересно привлечь к себе хороших специалистов, которые с горящими глазами. Для нас участие в подобных мероприятиях важно найти новые идеи экологичного производства. В Норникеле работает масса программ, рассчитанных на молодежь. Не меньше и спортивных проектов. Ими также поделились с участниками главного студенческого события года. В Олимпийском парке на своей площадке помогали гостям окунуться в спортивную атмосферу, в том числе и предстоящей универсиадой 2019 в Красноярске, генеральным партнером которой выступает Норникель. Здесь можно и сфотографироваться, и покататься на лыжах, и в виртуальной реальности, и поиграть в хоккей. В общем, все что угодно. Сфотографироваться в шатре Норникеля можно было и с одним из лучших баскетбольных нападающих, семикратным чемпионом СССР Сергеем Таракановым. Так как я ЦСКовец, а сегодня Норникель главный владелец и спонсор национального баскетбольного клуба ЦСК, поэтому я, естественно, благодарен, так как люблю баскетбол, люблю ЦСК, и одновременно благодарен Норникелю за то, что поддерживает такая большая компания, поддерживает баскетбол, вообще спорт. Генеральный партнер универсиады в рамках фестиваля молодежи в том числе перенимает олимпийский опыт в Сочи, передает эстафету Красноярску, где в 2019 году состоится первая зимняя универсиада. У двух городов масса совместных образовательных программ, в том числе на базе российского международного олимпийского университета. Главный же итог такой работы – повышение социальной активности молодежи. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.